итак продолжаем видео я отгрохал вот такой вот скрипториум а друзья мои соответственно я прокачался по веточки вот по так где она вот вот по этой веточки и соответственно еще дальше пытался прокачаться но дальше пока что не дали темные секреты прокачивать в общем я думаю пока что пока что это все что можно сделать вот такой вот скрипториум у меня я тут нанял кучу работников транспортники нихрена не делают они бесполезные вещи в них нормальные не загрузить потому что на рынке вот здесь где рынок толком ничего не купить эти предметы толком нигде не производится поэтому я не могу к сожалению купить в общем ну давайте попробуем хоть что-нибудь поделать побезобразничать денег у меня в принципе на данный момент выше крыши поэтому с этим никаких проблем не будет но тут они пусть потихонечку что-то производят я буду изредка приходить продавать чтобы были денежки для кутежа и так и так и так и так и так я пока прокачивал персонажа своего довольно неплохо поднялся я уже аж вот кем стал очень каким-то крутым чуваком у меня открылось очень много различных возможностей поэтому ну давайте я сейчас вытащу свою задницу из этого скрипториума и попробую по взаимодействовать с героями посмотрим что получится с другими персонажами вот моя леди на зимнюю одежду не перешла ходит всегда с тележкой то есть хочешь не хочешь твой герой будет таскать за собой тележку дать посмотрим что же она может что-то может она или что или она затупила все с концами так видимо запугать атаковать еще что-то такое какая-то же послать кого-нибудь в длинное путешествие или отправиться в начать любовный любовь к с кем-то комплимент кому-то сделать давайте кому-нибудь сделаем мы комплимент здесь есть кто-то адекватный нет это не наш вариант хотя конечно пофиг то это кто что за х и хрен после чужа не все такие как будто в макдаке кушали полгода каждый день вот тут у нас какая-то есть площадь как я понимаю это здесь непредставление здесь казнят виселицы да это здесь только виселица аж для троих тесно бывает что одновременно троих могут посадить было бы прикольно у а это еще кто ни хрена себе такое чувырла смотрите сидит а можно с ним интересно ооо чуваки в скамейке уперлись и все их заклинило так ну конечно некоторые персы здесь откровенно забаганные вот сделать комплимент и тут нужно выбрать кого то этого давайте вот опа сможем сможем нет ну давай вот этот давай го так взаимодействие начинается ну ну и у секс сфере комплимент от фредерик и че и все кд нету ничего нету так ладно не как то это не очень получилось по моему так вот с этим оба ну куда она пошла то ё-моё из-за деревьев офигенный обзор и разработчики на данный момент этот вопрос просто не решили ну давай давай вот ну хотя бы с этим ну куда давай вот это подошла привет делает такой реверансик и все привет пока так а это что подарок а у нас ничего нету чтобы в подарок то подарить давай на рынок все гон на рынок сейчас будем пытаться кому нибудь что нибудь подарить что найдем то и подарим благо курочка разбогатела поднялась хайпнула немножко или как сейчас как правильно говорить не знаю хайпанула так так ну я не знаю что можно подарить то одежда не продается еду что ли дать булочки это что такое оружие тоже не продается лягуха может быть мужику тому какому там не знаю подарить лягуха должна понравится наверное костяной браслет я что то не уверен что кто то о так это понятно это не очень понятно расческа или гребень что ли не знаю похоже давайте мы будем дарить вот silver chain они вроде не дорогие давайте пять штучек я взял пять штучек давайте попытаемся кому нибудь подарить не знаю получится не получится так продвигаемся надо нам сейчас кого нибудь поймать и вот во взаимодействиях вот вот этого давайте все поймал его это типа охрана гвард ну еще похож но что то он как то не очень ладно а подарок а вот этому подарок блин нет о я могу выбрать silver chain и выбрать кому подарить ее давайте посмотрим как это вот там какой то чувак идет вот ему ему повезло он такой опа мне сейчас подарит золото бриллианты она такая подходит держи типа держи немножко золотишко ну ну непонятно короче так а если вот старт вот этот вот старт романтику начать мутить это получит поможет или нет в каких мы отношениях с ним непонятно комплимент так и и что то непонятно еще помоем о you successful ну слава богу господи ладно давай еще разок подарим еще немножечко серебра вот когда и ушел нормально вообще нахрен мне твое серебро дура че все заявы такие так тетя зависла или что не очень понятно что я получаю еще одну еще один титул и куча способностей так в общем мы начали там что-то крутить роман не знаю где это посмотреть можно еще хер поймешь это видимо дерево династии так а это что вот династии так что тут еще есть у нас политики ладно в общем все как-то с общением с романтикой очень туго идет я уже честно скажу уже замучился с этим давайте мы попробуем в здание позаходить посмотрим что из этого выйдет и вообще можем ли мы это сделать нам первоочередное что интересно это дайте еще разок вот в церковь зайдем я помню в одном из предыдущих видео я нечто подобное пытался сделать ну там вы помните было достаточно дерьмовенько и совершенно не впечатлило честно скажу меня совершенно не впечатлило что там было я надеюсь они что-то изменили так мы подходим к церкви заходим в нее так зашли купить индульгенцию что вы хотите очистить очисти все нет не могу ну тогда пока ладно а вот эту штуку можно за 200 монеток пожертвование в качестве жеста доброй воли хотят просто представьте приходите в церковь они говорят давай 200 золотых в качестве жеста доброго ладно да ладно вот в чем фишка была Походу, у меня теперь ребенок будет, Анабель. Я приручил, что ли, ребенка? Ё-моё. Как это произошло? Так. Хорошо, ладно. Даже если у меня теперь есть где-то какой-то... Блин. Ничего, ни черта не работает. Даже если у меня теперь есть ребенок, это где-то должно значиться, наверное, в династии. Да, вот в династиях, собственно говоря, Фильбер Тетра. У нас теперь появилась Анабель Тетра. И чувак, с которым мы ему дарили подарочки, еще какую-то фигню. Это что-то типа фаворит наш, я так думаю. Понятно, короче. Ладно, с церковью все понятно. Давайте посмотрим, куда мы еще можем запилиться и где оторваться. Госпиталь. Сможем ли мы войти в госпиталь? Давай уже входи. Кстати, здание такое не слабенькое. Красиво. И прорисованное вообще. Мне нравится. Неужели... Ну, неплохо. Ой, смотрите-ка. Прикольно. Здорово сделано. Хочу сказать сразу же, что все это напоминает. Обратите внимание, задний фон вообще весь. Это простая статичная картинка. Это даже не помещение. Это просто картинка JPEG, которую просто на задний фон поставили. А спереди два персонажа трехмерно друг к другу подходят. Они, по сути, висят на воздухе. Итак. Он тут что-то спрашивает. Но я не знаю. Давай Акеп нажмем. Нифига себе. Просто нас вышвырнул. Так, ладно. А куда еще мы можем? Я вообще хочу в сити-холл зайти. Вот честно. Откровенно. Это больше всего меня интересует. В местный... Местный, местный. Если он вообще в этом... Нет, нет. Наверное, нужно большой город искать. Так как, где у нас большой город? Вот большой город. Мы, наверное, долго досюда будем пилить. Я так думаю. Наша задача добежать... Нет, кафедраль нет. До центрального и проверить, можем ли мы туда запихаться. Если да, то... Вот сити-холл. Если да, это было бы... Ну, очку. Можно еще, кстати, в замок зайти. И посмотрим, какие у нас возможности появятся при этом. Так, чуть-чуть ускорю игру. Дождусь, когда мой персонаж доберется до сюда. И уже дальше будем разбираться, что к чему. Итак, где мы? Где мы, где мы? А, уже близко. Хорошо. Правда, что-то ползет очень медленно. Близко-то близко, но тормозная немножечко. Ну, давайте зайдем в сити-холл. Я нажимаю на него. И посмотрим, что произойдет. Может быть, нам... Ага, вот мы сюда попали. И можем ли мы... Можем ли мы... Так. А здесь что? Вот сюда, по ходу дела, мы можем подать... Прошение о занимаемой должности. О! Вот так вот, точно. Вот. Это я подал на охранник ворот, должность охранника ворот. Подал прошение, чтобы занять эту должность. И, как вы видите, мое заявление уже поступило. Ну, как и во второй части. Обычно на одну должность может подать до 4-х человек. Когда произойдет выборка... Она произойдет либо голосованием, либо рандомно. На данный момент мне нужно попытаться понять. Так. Я вышел из здания. Ага. Так. А какой нам... С... Книга... Нет. Это не то. Это тоже не то. Квесты. Скиллы. Так. А где мне политику-то найти, чтобы не заходя в здание? Вообще, возможно ли это? Пока что непонятно. Так. Ну, явно не мейн-меню. Ладно. Давайте, может быть, мы попробуем, попробуем, попробуем. Еще разок проверю. Вот мы здесь находимся. Потенциальные. Ну, ладно. Так. Хорошо. Давайте тогда... Я даже просто не знаю, за что схватиться. Мы здесь все уже перепробовали. Вот еще тут есть дипломатия. Дипломатия. Непатизм. А вот этой? А! Собственно говоря, вот. Мы апнулись немножечко по титулу. И у нас появилась возможность заходить Run for Office. Бежать в City Hall. Вот. Появляется должность. А это непатизм. Я не знаю, что она делает. Давайте тыкнем сейчас на нее. Не тыкается. Непонятно, что она делает. Так. Ну, не очень все удобно, на самом деле. Давайте я попробую, может быть, вернуться. Если нас назначат на должность, мы это вскоре узнаем. Поэтому я сейчас просто отправляю нашего персонажа обратно. И там уже будем разбираться, что к чему. Значит, у нас хоть как-то действует система отношений и взаимоотношений. Ну, вот, например, давайте. Кстати, кого-нибудь сейчас опять попробуем схватить. Да, у кого-нибудь. Не знаю, вот. Вот. Вот тут какой-то чел стоит. Или это чувиха? Не понятно. Эй, ты кто? Это чувиха. Чувиха в толстой фуфайке. Повсюду охрана носится. Ну, ну, давайте, не знаю, комплименты вот этому чуваку сделаем. Ну-ка, опа. И пока мы делаем ему комплименты, он забагивается и пытается нас обойти. А мы такие, нет, давай. Давай мы тебе комплимент сделаем. А он такой, да нет, спасибо, чувиха. Так. Давай кликайся. А, вот, поймали. Они делают бла-бла-бла. Сексес, комплимент. И давайте мы ему втюхаем еще и подарочек. Он такой, о, вау. Спасибо, классную хрень вы мне подарили. И все, собственно говоря. Не густо. Ладно, возвращаемся, наверное. В нашу нору. Добавлю немножко скорости. Так. По крайней мере, сейчас с деньгами никаких проблем нету. Можно делать что угодно. Но единственный минус. Делать просто нечего. Я подал заявление на должность. Дождемся, когда пройдут выборы. Я, честно скажу, я не помню, когда они проходят. Ну, как-то проходят. Изданий на данный момент доступно. Ну, для апа, понятное дело, что недоступно. Поскольку скиллы дальше не качаются. Профессиональные. Потому что, как видите, денег у меня уже много. Но, не качается сам скилл скрайп. Скрайп 1. А мы что качаем? Непонятно, что мы качаем. Может быть, нам не стоило вот эту тему качать вообще. Вот эту. Вот, выбрали мы ее. Интересно, это поможет нам каким-то образом. Так, это, наверное, хрен не надо продать. Потому что она мне не особо-то нужна. И надо возвращаться в наш маленький домик. В наш скрипторий. Так, только тебе нужно выяснить, где он. На этой карте абсолютно постоянно запутываюсь. Вот. Вот, вот, вот скрипторий. Вот он наш. Отправляем сюда. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Ну, тут у меня все достаточно просто. Из кожи делается пергамент. Из пергамента поэмы. В общем, строгают, делают. В принципе, много уже, что наделали. Мышей непонятно. Тащат они сюда мышей или не тащат. Неясно. По идее, должны. Так, и, наверное, еще, давайте я заранее поставлю, чтобы два чувака делали поэмы. Они будут делать поэмы? Нет, они не будут делать поэмы. Они будут где-то тупить. Поэтому, ладно. Где главная героиня-то? Ё-моё. Она вообще дошла? Она не дошла. Вот. Она вот даже была не выбрана. Да, игра немного багается постоянно. Приходится нажимать некоторые кнопки по 10 раз, чтобы герой оклемался. Я думаю, что я больше пока что вам ничего не покажу. Давайте сейчас мы... Основные еще моменты. Тут, ну, как бы в самом предприятии все понятно. Давайте обновление посмотрим. Здание. Изменили дизайн улучшений аддонов для зданий. Но, в принципе, полностью это такое же. Те же самые остались апы. Это дополнительный персонал, увеличение количества транспорта, увеличение объема, слоты дополнительные и все в таком духе. Когда мы будем апать здание, когда это станет возможно в этой игре, будут открываться также и дополнительные, то есть, следующие уже по развитию аддончики для этого здания. То есть, тут в этом плане все понятно. Ну, допустим, нужен еще один сотрудник. Мы просто вот так... Ну, здесь я уже купил просто, когда разгонял свою экономику. Сейчас видите, у меня денег уже достаточно много. Вот. Ну, а когда... По-моему, здесь все вообще. Да, здесь я полностью все выкупил. Что мы еще хотим посмотреть? Ну, тут статистика, все понятно. Правила... Вот эти... Вот эта штука, по идее, это автоматизация, как я думаю, хранение товаров. То есть, вот какие правила. Сейл прайс, например, да. Что мы хотим продавать, ну, к примеру, на 40% дешевле рыночной цены. То есть, вот эта цена, она становится здесь очевидна. Очевидно, 32 монеты. Если мы нажимаем на эту хрень, мы видим, что продажная цена на данный момент на рынке 43. Мы продаем за 32. Это как раз те самые минус 43%. Как бы вот эта цена. Если мы ее делаем равной рыночной, то вот здесь появляется, как я понимаю, среднерыночный. 58% это среднерыночная цена на этот товар. Сейчас она, правда, 43%, но, как вы видите, 43% она красненькая. Обратите внимание. То есть, это самая невыгодная цена, какая может быть. Неудивительно, что средняя цена 58%. Поэтому вряд ли у нас это будут сейчас покупать. Даже если мы сейчас вот скинем, ну, не знаю, разве что мы минус 50% сделаем. Не знаю, будет у нас кто-то покупать или нет. По идее, должны покупать, но я почему-то не уверен, что это будет происходить. Так, эти персонажи у нас где-то очень глубоко забагались. И их уже не вытащить. Ну и хрен с ним. Ладно, один чувак что-то делает, и то уже радость. Так, следующий вопрос. Транспортные правила. Здесь выставляются приоритеты доставки или подвозки ресурсов. То есть, либо мы доставляем товары, либо мы доставляем ресурсы на предприятие. Здесь это можно, как видите, менять. Приоритеты меняются. Различные политики для торговли товаров. Это вот в транспортных правилах. Сама транспортная система, вот вы сейчас увидите, никак маршруты никак не изменились. Здесь ничего нельзя добавить, ничего нельзя выделить. Пока что, на данный момент, не реализовано. Так что, ну, пока что, пока что это все. То есть, вот на скрипторе посмотрели. Классненько, здорово. В само здание, не знаю, получится войти или не получится. По идее, должны, но я немножко сомневаюсь, что у нас это получится. Так. А, как понятно, это Билдим Минон. Что ж, ладно, раз не получается зайти в собственное здание, посмотреть интерьер, раз это не сделали, я думаю, ничего страшного. Там. Да, да, да. Тут еще нужны денежки, чтобы какие-то сделать маневры. Что ж, хорошо. Я думаю, мы не будем больше тянуть время по этой видяшке. На данный момент кое-что в игре доделали, добавили всякие отношения, болтовню. Вы видели, что у нас в романтическом, так, династии, вот, романтическое окошко. Вот здесь написано, что вот с этим человеком мы начали романт. Вот здесь у нас отмечается полоска его отношения к нам. То есть, по идее, мы должны его где-то найти. Каким-то образом, вот, например, таким. Да, F просто нажимаем, вот он. И к нему подойти и начинать его там мурыжить, чтобы получились отношения, получилась свадьба. В таком вот духе. Не знаю, может, конечно, попытаться. Но, честно скажу, сейчас не хочется на это уделять время. Видео и так затянулось. Так, вот он. Следим, следим. А вдруг получится? Я, правда, не представляю, где самый персонаж. Может быть, он где-то вообще заблудился. Ладно, не будем бегать. Это, похоже, вообще другой берег. На этом заканчиваю видео. Если вам понравилось и вам нравится следить за апдейтами и расследованиями всех деталей в игре Гильдия 3, обязательно ставьте лайк, отпишитесь что-нибудь в комментариях. Это поможет моему каналу. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал, чтобы видеть аналогичные видяшки по Гильдии 3 и другим похожим играм. На этом все, друзья мои. Следите за каналом. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok